Всем привет! Вы на канале Вышивка Плюс. Меня зовут Инесса. И сегодня я решила снять давно мной забытый формат рукодельных влогов. Я думаю, на мой взгляд, они намного интереснее, чем простые сухие обзоры. Поэтому сегодня у меня будет не только обзор нового набора, но и вставки из моей жизни. Я думаю, что это будет очень интересно. Первое, что я хочу вам показать, это вот этот наборчик от фирмы Lety Stitch. Этот набор мне пришел из магазина Мир Вышивки. Производитель новый. На первый взгляд, это новый производитель. На самом деле, это наборы от уже знаменитой фирмы Lucas. Ну, вы знаете, да, что многие производители сейчас делят свои наборы. То есть, мы знаем уже всем знаменитая Жар Птица. Это наборы от МП Студии те же самые. Также сейчас Новослобода выпускает броши. Я уже показывала, делала на них обзор. Вот, тоже новость Stitch ответвления, да, или подразделения, как правильно это сказать. Ну, в общем, теперь у фирмы Lucas тоже есть серия наборов, которые идут под маркой Lety Stitch. Меня эти наборы заинтересовали. То есть, вы понимаете, я уже говорила это не раз. Я беру на обзор только те наборы, которые мне интересны. И мы сейчас вместе с вами пробежимся по наборам этого производителя, которые нам предлагает магазин Мир Вышивки. И посмотрим, какие же там есть сюжеты. Я сейчас вам скажу, какие сюжеты понравились мне. Ну, и потом вы сможете посмотреть еще и другие сюжеты, которые уже вышли в продажу. Первый наборчик, который меня заинтересовал, это набор Christmas. Комплектуется ниточками Ankor, канва здесь Zweigart, Mada in Moldova, то есть производитель молдавский. Вот как раз здесь внизу написано, что эти наборы от компании Lucas. В наборе используется 56 цветов мулине. Размер готовой работы 49 на 35 сантиметров. Вышивается на канве 16 каунта. Очень много интересных наборов у фирмы Dimensions, но многие из них вышиваются на канве 18 каунта. Мне этот набор очень напомнил Dimensions. Во всяком случае, первые мои ассоциации были, что это Dimensions. Когда я увидела этот дизайн, я подумала, что этот дизайн от Dimensions. На самом деле нет. Это вот новая фирма. И знаете, когда я положила глаз на этот набор, первое, о чем я подумала, три года назад я говорила, что я не очень-то люблю вышивать людей. И посмотрите, к чему я пришла. Посмотрите, какое количество людей изображено на этом наборе. Ну, понятно, что это праздник, что это Рождество. Как-то стандартные сюжеты рождественские. Там либо стоит елочка наряженная, либо это зимний лес, либо это домик, украшенный фонариками. Но здесь в этом наборе есть абсолютно все. И снеговики, и лавка с сувенирами, и магазинчики. Люди, вот здесь чай наливают, девочка с собачкой вышла погулять. В общем, этот набор можно разглядывать бесконечно. В общем, такое количество деталей уместить на наборчики такого размера на 16 каунте, это еще нужно постараться. В общем, я так думаю, что схема проработана здесь шикарно и идеально. Хочу заметить, что наборы от Лукаса у меня в моей коллекции есть, но я их еще не вышивала. Но, в принципе, девочки их вышивают, и отзывы самые положительные. Я ни разу не слышала отрицательный отзыв от фирмы Лукас. Поэтому я думаю, что эта новая фирма нисколечко нас не разочарует. Еще один сюжет, который мне очень понравился, это балерина. По-моему, там есть две балерины, но вот одна из них мне понравилась очень. Вообще, вы знаете, я думаю, что это упущение среди производителей, почему так мало балерин. Ну, всем известные балерины от Dimensions, они пользуются спросом. Мне тоже очень нравятся балерины. Я помню, еще в детстве такие были статуэтки, немецкие статуэтки, красивые. И у кого дома эти статуэтки были, у нас не было дома, у моей подруги были эти статуэтки. И я, когда к ней приходила, я их могла разглядывать бесконечно. Так они красиво были сделаны. И когда я вижу эти наборы, мне напоминают эти балерины как раз мое детство. А я очень бы хотела вышить наборы с балеринами. Я их практически все за три года пересмотрела. И балерину, которую бы мне захотелось вышить, я не нашла. У Dimensions она очень сложная, эта балерина. И также на 18 каунте я не хочу вышивать, потому что придется менять не только канву, но и докупать нитки. То есть это надо купить два набора для того, чтобы вышить один. Потому что на 18 каунте часто вышивается в одну ниточку. Но вот как раз на 16 каунте в две нити я бы с удовольствием вышила какую-нибудь балерину. И, наверное, на данный момент, если я и решусь вышивать балерину, то, наверное, это будет балерина от компании Letty Stitch. Очень она мне понравилась. Ну и сейчас я предоставлю вашему вниманию другие наборчики от этой фирмы дизайны. Комментировать я их не буду, просто посмотрите, какие есть еще. Я сделала акцент на тех наборах, которые понравились именно мне. Ну а вы на свой вкус тоже можете выбрать эти наборы. И если вы еще ни разу не делали заказ в магазине Мир Вышивки, то у меня есть промокод, которым вы можете воспользоваться. Я вам оставляю под видео ссылочку на магазин и промокод Inessa. Мой промокод дает вам 10% скидку на ваш первый заказ. Мой промокод дает вам 10% скидку на ваш первый заказ. Вы знаете, этот год в нашей семье очень значимый. У моего сына юбилей было ему 30 лет, мне 50 лет. Алине сейчас 20 лет, но вот скоро в ноябре ей будет 21 год. То есть вот сейчас, на сегодняшний момент, в нашей семье все юбиляры. Ну и поскольку все юбиляры, вы же понимаете, что в нашей семье не может обойтись это событие без подарков. И, конечно же, я на свое 50-летие тоже получала очень много подарков. Но, естественно, вышивала я мало. Но это логично, когда в семье проходят такие мероприятия. В сентябре внучке был годик. Понятно, что хочется тоже ей уделить внимание. Я думаю, что это нормальное явление, когда вышивальный блогер по таким причинам вышивает мало и проводит время с семьей. Я на своем канале снимала только рукодельные ролики. Всегда. Ни одного ролика у меня не было, который бы не касался тематики рукоделия. Единственное исключение составляют прямые эфиры и трансляции. Если вы не готовы смотреть ролики, которые не являются рукодельными, то вы просто можете пропускать мои прямые эфиры. Они находятся в отдельном плейлисте. Если вы зайдете на канал, я все четко разделила по плейлистам. Если вы нажимаете плейлист готовой работы, то вы только смотрите готовые работы. Просто я столкнулась с тем, что девочки говорят, у вас в трансляции нет готовых работ. У меня плейлист и за три года огромное количество вышитых работ. Сейчас на данный момент, в этом году, я не хочу заниматься вышивкой вплотную. Конечно же, я вышиваю обязательно и бросать это занятие не собираюсь. Но я считаю логично проводить время с семьей, когда в семье происходят такие события. Вот сейчас я вам предлагаю, внимание, фрагмент. Как моя внучка, рукодельница. Я ее тоже называю рукодельницей. Я говорю четвертое поколение рукодельниц, но на самом деле уже не четвертое, а пятое. Моя бабушка была рукодельницей. Она умела вязать и шить. Моя мама, она шьет сумки прекрасные, джинсовые сумки. Вы можете перейти на ее канал и тоже посмотреть ее работы, ее мастер-классы. Ссылочку на ее канал я оставляю всегда под каждым моим видео. Потом дальше иду я. После меня Алина, рукодельница. Кстати, Илья, мой сын, когда ему было 12 лет, он умел шить. Он шил себе брюки. Хоть он и не шьет, но он тоже является рукодельником в какой-то степени. Но сейчас он занимается профессионально видеосъемкой, поэтому ему ни к чему шитье. Но он человек творческий и он тоже владеет некоторыми видами рукоделия. Ну и, соответственно, Илюшкина дочка Василиса, которую мы тоже уже с малолетства приучаем к занятию рукоделия. То есть в нашей семье специально никто никого не обучает рукоделию. То есть этим занимаются все и просто девочки, которые рождаются в нашей семье, мы их прям с малолетства в это дело вовлекаем. И вот, собственно, я сейчас хочу ответить на вопрос, который очень часто задают на рукодельном канале. Для чего нужно вышивать маленькие сюжеты? Зачем нужны маленькие сюжеты? На них уходит очень много времени. Я полностью согласна, что на маленькие сюжеты уходит очень много времени. Но в то же время, когда приходит внучка, я не даю ей играть большую картину, а я ей даю игрушки. И эти игрушки у маленького ребенка вызывают восторг. И даже несмотря на то, что они у меня еще не оформлены, внучка с удовольствием в них играет. А уж когда я их оформлю, и внучка подрастет, и я сложу все в коробочку, и она будет это развешивать на елку, а вот это для меня будет настоящее счастье. Я не испытываю удовольствия, когда я повесила на елку эти игрушки и одна ими любуюсь. Я очень хочу, чтобы мои дети эти игрушки оставили себе на память. Тебе! Мне! Тебе! Мне! Папе! Тебе! Мне! Папе! Тебе! А это мне! Это тебе! Папе! Ну вот, девочки, а вы говорите, зачем бабушка мелюзгу вышивает? Тебе! Еще тебе! А это мне! Папе! Папе! Василиса, выбери цветочек красивый, папе! Где цветочек? Где красивый цветочек, папе? Выбери! Ба! Ба! Уйди, собака! Ричик тоже хочет. Да. Да. Мне. Василиса, покажи, как цветы надо нюхать. Как цветочки надо нюхать. Да, понюхай цветочек. Да. А покажи воздушный поцелуйчик. А это вам всем. Молодец. Сюда, зрители, сделай так. Покажи воздушный поцелуйчик. Вот вам. Настолько ей нравятся эти игрушки, и ради этого я готова их вышивать еще и еще. И вот как раз я в мире вышивки заказала вот такой наборчик от фирмы Овин. Очень много фирмы Овин выпускает сейчас игрушек на пластиковой конве. Они небольшого размера. Вот этот наборчик 5 на 8 сантиметров. Это, скорее всего, не магнит, потому что он двухсторонний. Да, это не магнит. То есть 5 на 8 сантиметров. Вот такой вот небольшой наборчик. Вот. Я уже делала сравнительный анализ. У меня есть и трансляции, и видео, где я делала сравнительный анализ. Я сравнивала наборчики от Жарптицы вот с этими вот наборами от фирмы Овин. И я хочу сказать, что, еще раз повторить, хочу, что конва вот эта пластиковая, она такая же, как у Жарптицы. Нитки, собственно, такие же по НК Кирова. Но здесь очень хорошая схемка. Очень хорошая схемка. Очень часто используется бисер. Бисер пресиоза. Вот, посмотрите, здесь на шапочке, вот здесь вот используется желтый бисер. И вот здесь три крестика вот эти вот ягодки. Наверное, они тоже из бисера. Да, они из бисера. И точно так же на шарфике бисер. Посмотрите, здесь желтый и красный бисер. В общем, наборы Овин комплектуются очень часто бисером. Мне это нравится, при том, что цена на эти наборы зачастую ниже, чем у фирмы Жарптицы. То есть я вижу только одни плюсы и преимущества у наборов Овин. Вот конкретно вышивка на пластиковой конве. Мне очень нравится пластиковая конва. И вы знаете, что я думаю? Многие рукодельницы, которые не любят вышивать игрушки на пластиковой конве, когда у них появятся внуки, они с удовольствием будут вышивать эти игрушки, видя, как дети ими играют. Четвертое поколение рукодельниц балдеет. Как вы, Алине, хорошо тут клубочные? Нет, мы сматываем, мы сматываем. В прошлый раз вы перепутывали с Алиной, да? А теперь сматываем. Складывайте. Складываем. Нет, не надо складывать. Не надо складывать. Нет. Что-то не угадала. Я сам встроении. Ой-ой-ой, как классно. Вот кайф какой. Какой кайф. Вот как здорово. Спицы, скажи. Спицы, спицы. Алина ничего, она говорила, спицы. Ой-ой-ой, сколько клубочков. Ай-ой-ой, ой-ой-ой. Василис, скажи. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Скажи так. Собачка бегает. Увлекайся собакой. Ай-ой-ой, беда. Ой-ой-ой, беда. Очень много цветов. Обалденно красивые ниточки. Я вижу, что в наборе используется металлизированная нить золотая. Ну, даже по цветовой палитре я вижу, что картина будет обалденная. Схемки напечатаны на простой бумаге формата А3. А схемка черно-белая. В принципе, схемка крупная. Она намного крупнее, чем схемы фирмы Золотое Руно. И вот здесь используется бэкстич кое-где. Бэкстича немного. Я вот вижу, что он используется фрагментами. Только для того, чтобы подчеркнуть мелкие детали. Я думаю, что эту фирму полюбят рукодельницы, которые не любят делать много бэкстича в наборах Dimensions. А здесь, на первый взгляд, вот как мне кажется, бэкстича намного меньше. Вот я вижу, что в ключе написаны номера Мулине фирмы Анкор. Обычно в наших планшетках 1, 2, 3, 4, как мы уже привыкли это видеть, здесь указаны номера ниток, собственно, так же, как это в наборах Dimensions. Я не знаю, насколько это удобно. Я всегда нумерую, то есть я вот так же пронумерую 1, 2, 3, 4. Вернее, я сначала пронумерую планшетки. Как вы видите, на планшетках указан значок. Ну, что хочу сказать. Вот так на первый взгляд мне очень нравится этот наборчик. И посмотрите, еще отдельно показан бэкстич. То есть, если вы где-то на картине бэкстич пропустили, то вы потом вот на этой схеме можете посмотреть, где именно вы должны выполнить бэкстич. Но я думаю, что это очень подробное описание. Очень подробное описание. Если бы схемка была напечатана мельче, то однозначно она бы рябила в глазах. Вот эти значки черно-белые, они у многих вышивальщиц в глазах, ребят, вышивать неудобно. Но схема настолько крупная, что я думаю, абсолютно для всех вышивальщиц, даже для таких, как я, с плохим зрением, эти наборы подойдут. Как мы видим, здесь уровень сложности показан 5. Я сейчас не могу найти информацию, по какой шкале определяется уровень сложности. но, наверное, по-пятибалльный. Если по-пятибалльный, то уровень сложности 5. Получается, что это самый сложный набор. Я бы не сказала, что схема очень-очень сложная. Единственный размер схемы, и то, что здесь 54 цвета, это, в общем-то, может немножечко затруднять работу для новичков. А вообще, в принципе, я бы не сказала, что здесь что-то очень-очень сложное. Так, здесь, как мы видим, гарантийный талон. Я до этого видела гарантийный талон только в наборах от Марии Скусницы. И сейчас вот вижу гарантийный талон в наборе от фирмы Letty Stitch. Ну, эти значки, это понятно. Это цвет ниток. Здесь кросс-стич. Это крест 2-2-2-2-2. То есть, крест в две нити. Бэкстич. Кстати, многие меня спрашивают, что такое бэкстич. Это шов назад иголка. Это вот как раз вот этот шов, в котором мы подчеркиваем детальки. Вот кое-где, как видите, проложены вот такие ниточки, штрихами такими коротенькими, иногда длинными. Вот, видите, собачка, поводок. Это не вышито крестом. Это как раз и есть бэкстич. Шов назад иголку. И вот мы видим в ключе, как обозначается в наборах бэкстич. Вот так пунктирной линии. Поэтому я не думаю, что уровень сложности набора очень высокий, потому что нет никаких необычных техник. Единственное, размеры картины и то, что здесь используется 56 цветов, то есть это считается уже, наверное, многоцветка. Кстати, напишите, пожалуйста, зрители, от какого количества цветов вы считаете многоцветкой это или нет. То есть 56 это уже считается многоцветкой или это еще немного. И, как мы видим, здесь на превью представлен отшив. Здесь уже отшив. Это не схема, это не картинка, это уже готовый отшив работы. Очень люблю производителей, когда у них сфотографирован именно отшив работы. Потому что картинка есть картинка, но то, что будет в готовом виде, не всегда мы можем представить. И не всегда картинка совпадает с вышитой схемой. Но вот здесь мы с вами видим как раз тот результат, который мы должны получить. В наборе иголочка с золотым ушком. Иголочка достаточно толстая. На мой взгляд, это вообще иголочка 24. Я недавно заказала 26 иглы. И, по-моему, они даже тоньше. Но лично я очень люблю вышивать крупными иголками. Я не люблю 28 иглы, 26 для меня это самое мелкое. Исключение составляют бисерные. Кстати, канву пытаюсь проколоть в три слоя. Так, иголочка не острая. Иголочка с закругленным кончиком. Я очень люблю такие иглы. Я не люблю острые иглы. Так, канва Цвайгард. Ну, собственно, мы это видим по такой характерной полоске. Многие девочки говорят иногда, что у них нет этой полоски. Но потому что ширина ткани метр пятьдесят, метр сорок. И если, например, режут канву на три части, вам может попасться серединка без кромки. Но иногда у девочек есть кромка и нет вот этой характерной оранжевой полоски. Я, кстати, интересовалась этим вопросом. И дело в том, что фирма Цвайгард выпускает иногда рулоны своей канвы без этой оранжевой полоски. И такую канву закупают производители. То есть она идет для производителей наборов. А в продаже чаще всего мы видим вот такую канву вот с этой оранжевой полоской. Поэтому если вы открыли какой-то набор и вдруг видите, что этой полоски нет, сразу не пугайтесь. То есть это может быть настоящая канва Цвайгард. Просто она не имеет эту характерную полоску. И вот еще обратите внимание, какое количество здесь металлизированных ниток. В принципе, их здесь достаточно много. А вот здесь на превью, вот так на первый взгляд и не скажешь. Это еще раз подтверждает то, что превью никогда не передаст красоты самой работы. А я так думаю, что здесь металлизированная нитка используется на гирляндах, вот на елочке гирлянда, на вывесках, на фонариках. Ну, в общем, судя по этому большому мотку, используется достаточно много. И салют, посмотрите, салют наверняка. Там тоже вон есть золотые звездочки, золотые искорки. Я думаю, что это будет очень красиво. Настолько продумана и проработана схема. Вот вы знаете, нет ни одного участка, который бы просто пустовал, не был заполнен или был бы неинтересным. Бывает часто, что производитель, например, часть работы хорошо прорабатывает, а где-то там небо недоработано или задний план недоработан. Здесь все продумано. Все продумано. Я считаю, что набор просто шикарный. А если еще и учесть, что цена этих наборов гораздо ниже, чем наборы Dimensions, я думаю, что нашим вышивальщицам очень полюбится эта новая фирма. У бабы день рождения. Пришла Василиса поздравлять. Зайка Алина связала. А-а, покачай. А-а, зайка, покачай. Зайка, спать. Бай, бай, покачай. Где глазки у зайки? Вот они, глазки. Скажи, закрывай глазки. Бай, бай. Да. Ленточки. Воздушный поцелуй покажи им. Все, до свидания всем. Кстати, вы сейчас видели воздушный поцелуй от Василисы. Буквально недавно я ее научила. Она всем говорила пока-пока. И я ее научила делать воздушный поцелуй. Я только один раз ей показала. И она это начала делать. Ну, в общем, я тоже хочу вам сказать до свидания. Большое спасибо за просмотр. В следующем видео я вам хочу показать еще посылочку, которая приехала из магазина Мир Вышивки. Там много всего интересного. И сделаю обзор на наборчик, который я присмотрела. Этот наборчик выполняется в других техниках. Там не вышивка крестом. Но я давно хотела попробовать новые техники. Это не гладь. В общем, немножечко сохраню интригу. Все вы увидите в следующих моих роликах. Не забудьте поставить лайк этому видео. И подписывайтесь на канал, если вам понравился мой ролик. Спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!